Ты планируешь покупку автомобиля? У меня для тебя отличные новости. Если сейчас оформить заявку на автокредит Тинькофф и успеть до 19 октября, то можно выиграть беспроцентный кредит. Фактически рассрочка. 0% или годовой запас топлива. Подарки получит практически каждый. 5 победителей получат автокредит без процентов. Им нужно только выплатить банку саму сумму кредита, а все ранее уплаченные проценты вернутся к нему на карту. 7 других победителей получат годовой запас топлива. Банк будет компенсировать топливо каждый месяц в течение всего года. И абсолютно все, кто оставит заявку, получат компенсацию проверки авто в одном из четырех сервисов. Автору, автотека, дром и автокод. Кредитный лимит до 3 миллионов рублей. Нужен только паспорт, срок погашения до 5 лет. Торопись исполнить свою авто мечту с максимальной выгодой. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявки прямо сейчас. От души благодарю своих корешей из BigGeek за подгон, оборудование для съемок. Пацаны, красавчики. Гаджеты Apple, море техники и аксессуары со скидками по промокоду DAVIDCH. Ссылка в описании. Глобальный мировой пиздец. По-моему, начинает делать вещи. И одна из таких вещей это BMW iX. И я жду ее версии 6.0. Очень интересно посмотреть, что получилось и как она поедет. Давайте пройдемся по всем электрическим машинам, которые я снимал. В течение всего этого времени, пока я снимал эти все тесты, была машина. И машина эта называлась очень необычно. Она называлась Lucid. За автомобилем Lucid я наблюдал очень долго. И когда я в Дубае или еще где-то говорил, говорит, Давидович, какая машина нужна? Я говорю, нужен Lucid. Они говорят, а что это такое? Они удивлялись ровно так же, как сегодня удивляются люди на улицах Москвы, когда видят эту машину. Они думают, что это какой-нибудь Exit, какой-нибудь там Jack, что-то китайское. Потому что китайщина от этой машины точно веет. Но на самом деле, это настоящий американский автомобиль, который построили интересные люди, американцы с британцами. Там же арабы участвуют. Арабы вообще красавчики. Мне нравится, они участвуют везде. Кстати, на Арабские Эмираты участвуют даже в Aorus, чтобы вы знали. Вы в курсе, нет? 300 миллионов долларов они вложили в эту историю. Но, кстати, здесь они пожертвовали гораздо больше денег. Здесь они потратили 1 миллиард. Сравнивать этот автомобиль с Теслой? Да, конечно, возможно. И все и думают, что это конкурент. Но на самом деле, после того, как я на этой машине проехался, увидел ее вживую, я вам точно говорю, что Тесла не конкурент автомобилю под названием Люсид. Вообще он рядом не стоял. Стиль Теслы уже просто в прошлом. Она очень некачественная, она очень неприятная, и она мне очень не нравится. Причем Теслу я не купил даже с мощностью в 1000 лошадиных сил. Тесла быстрее Люсида в 1111 лошадиных сил. Быстрее. Но я бы купил Люсид, а возможно даже и куплю. Шикарная внешность, необычная машина. Да, немного дает китайщины, но очень красивая. Очень красивая задняя часть, как по мне. И очень красивая передняя часть. Реально, ну, прям, ну, круто. Эта машина называется полностью Люсид Эйр Дрим Эдишн. Единственное, что вам нужно знать, что это максимальная комплектация, которая может быть, и здесь 1111 лошадиных сил. Какие модели есть? Айр, базовая модель. Изначально обсуждалась ее цифра в 65 тысяч долларов, но они хотели сделать максимальный бюджет. Теперь фигурирует цена на 2022 год 80 тысяч долларов. Туринг. Мощность 620 лошадиных сил и модель среднего уровня. Цена на которую пойдут от 95 тысяч долларов. И, соответственно, самая топовая машина, та, которая у нас, это Дрим Эдишн, топовый вариант. И стоимость этой машины в Америке 169 тысяч долларов. Но за эти деньги купить ее нельзя. Потому что барыги продают эту машину гораздо дороже. Они заявляют эту машину как лакшери Тесла. И когда я говорил, что у нее с Теслой очень много общего, конечно, потому что главный инженер, который работал в компании Тесла, ушел из компании Тесла. И очень много разговоров есть, по какой причине он ушел, но никто на самом деле не знает, из-за чего он ушел. Потому что, видимо, были подписаны документы, а не разглашения. Но что самое интересное, дальше компания Lucid начала люто хантить сотрудников из Теслы. И сегодня огромное количество сотрудников, которые были на начальных разработках, на начальных этапах развития компании Теслы, они пришли работать в Lucid. История Lucid Motors интересна еще тем, что изначально компания вообще не собиралась производить электромобили. И еще в какой-то момент Lucid оказались на грани банкротства. Причем уже с готовым прототипом. У этой машины всего два мотора по 74 килограмма. И каждый мотор выдает 670 лошадиных сил. Только что я получил при своем пи***же замечание, потому что я рассматривал салон. И она мне написала, «Вася, смотри на дорогу, ты не смотришь на дорогу». То есть она, откуда ты, я не знаю откуда, она считывает, куда смотрят мои глаза. И она поняла, что я не смотрю на дорогу. И она мне сделала предупреждение. 5 баллов. Для того, чтобы сегодня быть топовой, классной машиной, недостаточно быть просто симпатягой или показывать какие-то лошадиные силы, как делает эта Тесла. Нужно быть по-настоящему крутой. Что в этой машине, на мой взгляд, крутого? Давайте по порядку. Первое. Лобовое стекло. Это просто топ. Это космос. Это технология. Это очень красиво. Это мне очень нравится. Задняя часть и половина переднего лобового автоматически затемняются в зависимости от попадания солнечных лучей. То есть она ночью прозрачная, а днем она тонируется. Причем делает это сама. Салон. Салон очень сбалансированный и красивый. По-настоящему красивый. Очень нравится салон. Очень нравится цветовая палитра. Очень нравятся материалы, которые здесь сделаны. Дерево очень приятное. Ничего лишнего. Прямо, ну реально. Вот стиль, ребят. В каждой детали у этой машины стиль. Щиток приборов. Парящий в воздухе. Красивый, информативный. Нравится графика, нравится, как работает. Приятно. Руль. Очень красивый руль. И очень красивая система управления, как она реализована. Вот эти боковые крутилки. Очень классные. Звуком можно управлять, и меню можно управлять. Передняя консоль. Гениально просто. Она есть, и вот у вас ее уже нет. И у вас есть огромное место под всякую чушь, которую вы любите раскидывать по машине. Бутылки, банки, мобильные телефоны бросайте сюда. Все, что угодно. Места хватит для всего. А что будет, если ребенок положит руку? Вот, если бы это был Аурус, я бы сейчас без пальцев остался. С левой стороны на постоянной основе у вас включен управление светом, подогрев лобового стекла, обогрев задних стекол, работа разных режимов щеток, открывание-закрывание дверей и блокировка задних стекол. Машину мы эту взяли у наших корешей Электромания Москва. И это один из первых автомобилей вообще в России. Короче, у этих ребят можно эту машину взять в прокат. Любой из вас может обратиться по этому адресу. Ссылочка в описании также. И можете взять и насладиться этой машиной. Сейчас такие времена, что новые машины продают либо за безумные деньги, либо этих машин просто нет. Это огромный дефицит. И сегодня опять на коне ребята, которые привозят машины из Америки. Я сам, как человек, который привозил машины из Германии, понимаю всю цепочку этой работы. Можно называться как угодно, можно говорить и ссать в уши вообще все, что угодно. Но это все равно не факт того, что вас не на ебут. Поэтому я вам конкретно рекомендую. Компания, которая достаточно много уже находится на рынке. Они покупают машины на аукционах в Америке. Они покупают даже чуть-чуть битые машины с хорошим пробегом, с небольшим пробегом, с легкими повреждениями. И они эти машины привозят к вам. Куда вы захотите. И в Белоруссию, и в Казахстан, и в Узбекистан. Куда угодно. Называются эти ребята автодеск. Классные профессионалы. Вот такую тачку можно заказать в автодеск. Более того, там можно заказать не только дорогую тачку, там можно заказать любое это Камара заднеприводное. Все эти Шелби, не Шелби, Мустанги, не Мустанги. Короче, Уася, они вообще профи. Вот любую свою фантазию, мечту. Говори. И они ее реализуют. Они работают на рынке примерно 12 лет, и продали больше 11 тысяч машин. Ребята хорошие, реально шарят. Не кидают на рот. Вот самое главное. Не кидают на рот. Делают гарантийные документы. Вы сразу на себя покупаете машину. У них куча сертификатов. Пацаны известные. Рекламируются у большого количества блогеров. Провели много сделок. Никого не наебывают. Когда мы едем на режиме смут, в машине у меня сейчас 3 человека, машина ведет себя феноменально мягко и комфортно. Амортизаторы ведут себя вот шикарно. Вот лучше не надо. Очень мягко, очень комфортно. И когда ты нежно работаешь с педалью газа, когда ты чувствуешь машину, ты от нее по-настоящему получаешь наслаждение. Очень правильно. Даже что-то от Rolls'а такое есть. Машина очень легко управляется. И что самое интересное, что они нашли какой-то баланс. Она мягкая, но она не разболтанная. BMW iX как говно побалтывает. Ну, крузак, топ-1, конечно, 300. Просто говно на дороге. Просто самое главное. Ненавижу его. Тварь этого ничего. Рот, шлепок, майонезный. Песу дрот мандатый. Все завелся. Режим Swift. Не знаю, что это за режим. Они показывают вот такую дорожку. Она должна быть поустойчивой. И по-другому должна работать подвеска. Слышите небольшой звук такой? Ну, это вот минусы. Про них я попозже расскажу. Знаете, такое ощущение, что в режиме Smooth у нее где-то 600-700 лошадиных сил. В режиме Swift сил 900. Вот как раз то, что они говорят, там, 960. Очень похоже. Так, здесь есть 1100. Да. Да-да-да-да-да. Да-да-да. Мне нравится. Тысяча сил у Теслы. Она такая дерганая, придурочная. А здесь прям вопрос софта. Здесь правильно настроены эти 1100 лошадиных сил под спринт. Правильно. Вот ты как педаль нажимаешь. То есть она их выдает, как вам сказать, сильно. Ни рывками, ни типа, вот тебе касань. А она такая, пожалуйста. Вот такая, бери. Загудили кулера. Да. Да, это я. Привет. А ты думала, б***ь. А ты думала, все будет так, как вот в начале. Вот это будьте любезны. Здрасте. Были ухаживания. Дальше. Внимание сейчас именно тем ребятам, которые будут брать эту машину в прокат. Значит, в описании, значит, номер карточки. Можете туда прислать деньги. Прислали? А если не прислали, то поставьте лайк или подпишитесь. Я жду. Потому что нам очень много времени понадобилось для того, чтобы понять, сука, как это сделать. Сейчас не сработал ланч. А вот это что такое? Вот у меня нога на тормозе. Ты то, что газ давал, это не ланч был. Еще раз. Какая процедура? Медведь уже должен загореться сейчас. Нет, у него только одна желтая горит. Не горит, смотри. Нет, это не ланч был. Нажми спринт, нажми полностью на тормоз и жди. Жду синего медведя. Где, б***ь, синий медведь? Две педали в полу держу. Медведя нет. Тема, где ты там, б***ь, читал чего? О, я вообще сейчас все системы безопасности выключу. О, б***ь. О, мой гений. Значит, как включается ланч? На мутном режиме останавливаешься, держишь ногу в тормозе, не отпуская, нажимаешь спринт, конфигурация ок. Окей, готов? Да. Ох ты, б***ь. Ох ты, б***ь. Сколько? Три, два. Да ладно? По ощущениям, б***ь. У нас три человека. Я вас сейчас высажу. Привет, братан. У нас 1100 сил. Ищем, с кем дернуться, никого не находим. Ты единственный крутой чел здесь. Ну все, готов. Ребята из СОДД вообще безумные. Просто не сдаются вообще. Он нахенный такой, готов против 1100 сил в секунду такой. Ха, в очках че, готов. У меня замер 3.2, 3.35, 3.0. Это вот без вас. 3.0, 3.27. Она не едет быстрее. Но по ощущениям, как будто она валит, потому что она тяжелая. Они заявляют, что она может проехать 460 миль. Почти 800 километров. Понятно, на этой машине до Грозного ты не доедешь. Ну то есть надо очень много зарядок искать. Но то, что она заявляет, что она может так много проехать, это очень круто. Я не знаю, насколько это будет правдой, но это очень круто. Но я всем этим цифрам не верю. Я верю только одному. В Волоколамску. Повелитель всех резиновых баб Российской Федерации. Владелец всех пивных безалкогольных заводов. Лично Кирилл Варпач. Всем здорова, ребята. Это я. Если вдруг у вас есть Тесла, которая не заряженная, которую надо куда-то отвезти, пишите, звоните. Мы сейчас едем в Волоколамск. Я придумал эту модную херню. Я почему-то для себя в голове решил, что надо в хорошем режиме доехать до Волоколамска и вернуться назад. Если машина это сможет сделать и еще куда-то как-то передвигаться, то, наверное, на мой взгляд, это классная тачка. Она классная и без этого. И АИКС мне тоже понравился. Хотя он еле-еле доехал, добрался, как вы помните, в той серии. Ссылочка в описании, если смотрели, до Москвы. На нее у меня больше надежды. Но АИКС не ехал так, как едет эта и эта машина. Вот это интересно. Тесла плейт. Она злее, она быстрее, она ублюдок. Но она быстрее, однозначно. И все тесловоды мне пишут. Да видишь, ты не понимаешь, там такой софт. У Теслы все намного круче, чем у Люсида. Вот давайте поедем в одинаковом режиме, доедем до Волоколамска и вернемся назад. Три человека там, три человека там. Не забудь сказать, что здесь 111 кВт, здесь 100 кВт. Чего ты, блядь, начинаешь? По сути, Люсида больше запас хода, и он должен дальше проехать. Это логично. У него батарейка намного больше. Но я воспользуюсь лайфхаками. Отключенном всем? Я все отключу. Это что, мы опять потеть будем? Да. Да ну тебе в жопу. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя показывает километров сейчас? 530. У меня показывает 650. У нас будет играть музыка, у нас будет работать кондиционер, у нас будут включены фары. Не просто там, а лишь бы доехать. Там как, знаешь, послободные батареи. Да, 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 да. Нам бы лишь бы доехать. Нет, нам надо не лишь бы доехать. Нам нужно максимально, чтобы машина тратила энергию. Как будто нам по***, что она на батарейках. Понял? Все, короче, смотри. Мы едем до Волоколамска. Ага. Там есть Макдак. Мы доезжаем до туда и там останавливаемся, ждем вас. Понял. Я тебя что-то сзади не вижу. Ты где? Я чуть отстал, у меня фура тут была. Сейчас я тебя догоню. Мы в левой полосе едем 68 километров в час. Давай догоним. Выход в свет На радио Джесс Карта интересной Москвы Удивительный осенний свет, который разлит в ноябре по лесам и паркам, можно сравнить с энергетическим мёдом. До Волоколамска осталось 48 километров. Машина показывает, что у нее больше половины заряда. Но по педали газа я чувствую провал. Я чувствую, что мы потеряли где-то порядка 20-25 процентов мощности. У нее нету этой мощности, которую она не заявляет, которая якобы она не теряет. Я не знаю, что там с перегревом. Загорится эта машина вообще нахер, к чертям собачьим или нет. Но факт остается фактом. Когда я нажимаю газ в пол, такого приема, который был с самого начала, не было. И я бы понял, если бы эта потеря происходила на скорости, я не знаю, в процентном соотношении, чтобы батарейка сдохла, ну, например, на каких-то скоростях, там, 27, 28, там, 30 и так далее. Нет. Нет. И на улице у нас, я не знаю сколько, примерно 28-29 градусов. У меня было 650 обещанных километров. Я проехал 50, и у меня осталось 360. Меня наеб... Вот настолько. Просто американцы такие... Куда бы машину отправили? Сколько вам до Волоколамска? 13 минут... До Макдональдса. 17 километров до Макдональдса. Понятно. Мы здесь уже. А, вы уже приехали? Конечно. У нас же... Люсид. Нет, у вас Эрик. Это смертельное оружие просто. Сколько у тебя заряда еще? 285 километров. 285. И у меня 285. Примерно. Ну, давай. Сколько ты едешь? Какая скорость? 25. О, хорошо. Мы тебя на Макдаке ждем. Короче, мы приехали к Макдаку. У нас 287 километров. И у нас машина немного устала. Даем ей отдышаться. Что, в итоге? Сколько время сейчас? Сейчас 12.08, но я еще в магазин зашел. Ну вот, мы где-то в 11.35 выехали. То есть, получается, мы минут за 35-40 доехали. Нет, мы не могли так быстро. Не-не, мы же по правилам дорожного движения все должны двигаться. Мы так не могли математически доехать. Я все снял. У меня все есть. Можем потом пересмотреть. Смотри. Пока реклама в Лужниках что-то вещает, вот в этом во всем смятении, в зелени, я, Эрик Давидович, пытаюсь понять, стоит ли мне покупать этот автомобиль или нет. Но, скорее всего, все-таки нет. Почему? Не потому, что он плохой. Нет, ни в коем случае. Он очень хороший. Дело в том, заключается, что она не едет те цифры, которые я хочу. Дело все в том, что я хочу гонку. Я хочу тачку, которая будет выезжать, всех рвать, просто всех рвать и возвращаться домой, вставать на парковку. Все, больше мне от нее ничего не надо. В данном случае меня, на самом деле, все устраивает. Меня устраивает объем внимания к этой машине. Короче, если вот такая тачка не проезжает рядом, то на вас будут смотреть абсолютно точно. Красивая машина. Спасибо. Не то, что у тебя. Да, некрасивая, конечно, с моей стороны, но, понимаете, что правда, то правда. Меня не устраивает, что я могу встретиться с Теслой, она мне напихает. А в данном случае меня не устраивает, что я могу встретиться с М5КС, она мне тоже напихает. Я ее уже в голове решил точно не покупать, но у вас-то, наверное, более нормально с психикой, да? Ну, вам такие задачи не нужны. Поэтому давайте поговорим про вас. Купить ли себе Теслу Плейт, которая будет быстрее? Нет, не покупать, потому что Тесла Плейт – помойка. И те, кто ее покупают, они либо не могут реализовать, что по большей части всю эту тысячу лошадиных сил. Тесла Плейт, она опасна из-за этого штурвала, потому что когда эту машину понесет, и вы начнете ловить ее, вы будете ловить этот руль в разных углах там, то вы не поймаете, вы просто разобьетесь. И поэтому я вам не рекомендую по этой причине. Я не рекомендую по причине того, как она покрашена, как она собрана, и какая она есть на самом деле, эта Тесла. И они не исправляются. Они вот как с самого начала кривую, косую машину из говна собрали, так они дальше ее и собирают. Все Тесловоды меня сейчас ху** закидают, скажут, «Давидыч, да ты аху**, да Тесла, там такие прошивки, все, пошли на ху**». Ну вот эта ху**ная машина. Мне нравится вообще ее ключ. Он выглядит вот так. Значит, как он работает? Два раза нажал, она открылась. Один раз нажал, она закрылась. Один раз нажал и подержал. Смотри на капот. Большое пространство. Реально большое. Сюда реально можно засунуть большой чемодан. Это электричка, в которой реально может. Дядя, куда ты вернулся? Э-э-э, ш-ш-ш-ш. Камон, ёпты, я еще не закончил. Они сделали, видишь, они сделали, сзади светлое, а спереди темное. Знаешь, какая логика? Знаешь, какая? Какая логика? Сзади пассажир отдыхает. Да. Спереди, е-э-э, ну, концентрирует. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Да, вот так они говорят. Это полная ху**я. Я вот что хочу сказать. Для первой машины, для первой машины, б***ь, молодцы. Короче, надо всех вот этих людей, которые делали люсит, на***ь завербовать. Это сейчас вопрос к нашим спецслужбам. Значит, прошу, вот этих всех вычислить, и всех сюда, на москвич. Как сделано формирование резиночки, посмотри. Какая сделана панелька четненькая. Ни одного косичка, посмотри, как ровненько все идет, девочка моя сладкая. Посмотри сюда. Четненько резиночка идет, смотри. Ой, как заходит. Здесь салон, смотри. Смотри, как все четко. Все четко, все опрятно, ничего лишнего. Материалы приятные, нигде кожа не торчит. Посмотри. ГРУ там, ФСБ, я не знаю, подключайтесь, б***ь. Вот эти кентов к нам, б***ь, в плен. Потом отпустим их. Все, они нам все сделают, соберут, потом отпустим. Пусть п***ь с богом. Короче, чтобы вы понимали, на заднем шильдике здесь написано Санта-Моника. Это типа то место, где чувак, который занимался этим дизайном и разрабатывал, вдохновился светом. Ну, понимаете, да? Когда вы будете делать «Москвич», вы у нас на шильдиках будете писать координаты нашего завода. Ну, чтобы людям понятно было. И где у вас приходило вдохновление, когда строился новый «Москвич». «Москвич» так же сделаете. И, б***ь, не экономить, я вам точно сказал. После того, как они нам соберут победу и «Москвич», мы их в НАМИ отправим. Там пацанам по Аурусу надо помочь. И вот здесь мне не ясно. Вот видишь, такие пупырочки идут. Ну, что это за пупырышки такие? Покраска? Будете, б***ь, так «Москвич» красить, п***ь, получите. Останетесь еще, б***ь, на пять лет. Резиночка, формовка. Молодцы! Умнички! Б***ь, «Москвич» будет бомба. Молодцы! А прикинь, реально у нас ребята такие сейчас, ну, к какому-нибудь там генералу отправят. Генерал такой посидит такой, подумает, ну, б***ь, что, реально, давай заберем пацанов. Прикинь, просто такая компания «Люсит» прекратила свое существование. Почему? Б***ь, без вести пропал, нахуй, весь завод. Вот посмотри, прикинь, они математически просчитали такую штуку. У них стекло одной формы, а крышка другой формы. И если ты отсюда смотришь, если ты вот отсюда смотришь, то у тебя неровно тебе кажется. Но если ты туда приглядываешься, там не просто щель, там поролончик проложен. Для первой тачки это отлично. Мы готовы к такому первому москвичу. А теперь вернемся к заявлению тому, что она едет, там, много имеет энергии, сил. Волоколамск еще, б***ь, никто не смог победить. БМВ смогла, и то она такая доползла до МКАДа, до центра города она бы уже не доехала. Мы все это оставание, мы просто по городу ехали. Мы же с правилами ездили. Да, да, да. У нас все записано. А у вас не было записано правила? Нет, ну молодцы, что по правилам. Мы тоже по правилам, видите, у нас разница небольшая. Вы пристегнуты все? Конечно. Умнички. Спасибо. Слушай, Эрик, у тебя заряда осталось мало. Ты на 130... У меня п***аж полный. Меня в Калифорнии на еб***е просто. У меня было написано 650 километров обещаний. Да. Сейчас я приехал сюда, я проехал сколько? 100-110 максимум, да? Да. А у меня забрали 350-360. Представляешь? 360. Это почти 1 к 4. Да. Это значит, что меня устраивала машина электрическая, она должна ездить полторы тысячи километров. Сколько мы здесь стоим? Полчаса уже, 25 минут. А наши штаны все сушат после Давидыча. Пожалуйста, не надо меня в Москву увезти. Оставь меня здесь. Варпач, там сотрудники сказали, что им не нравится зеленый цвет, и им кажется, что ты очень быстро ездишь. Я понял. И мне кажется, там серьезные ребята. Ты не шути с полицией, б***ь. Не шучу, никогда не шутил. Ты не шути с полицией. Я, 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 это, законный гражданин. Это компьютерная графика. Это компьютерная графика. Поехали. Ну, слушай, смотри, оцениваем так. Они ехали с кандеем, с массажем, набирали, тормозили, приехали на 15 минут раньше. И, по сути, потратили заряда на 150 километров больше. Даже больше, чем 150 километров. Все-таки существует физика, химия, геометрия, география, математика. Короче, дело в том, что... И изо. И изо, да. И физкультура. Все-таки невозможно ехать быстро и быстро не разряжаться. Да, все, мы не доедем. Не доедете? А вы далеко? У нас показывает 76 километров, и нам осталось где-то 45. 40? 40 осталось. И я понимаю, что если мы будем сейчас топить, все, мы не доедем. То есть машина тест не прошла. Машина не смогла доехать до Волоколомска и вернуться назад. Ну, как бы... Я не знаю, сколько нам дам Када, но у меня самый центр Москвы стоит, там 60 километров нам ехать до него. У вас сколько показывает еще запасы, хватит? 120 километров. 118. Они все равно доедут до точки. Но они доедут не из-за того, что они доедут. Если я сейчас сяду на твою Теслу, она не доедет до МКАДа, понимаешь? То есть они просто и та, и та, они сдохнут. Они могут выехать сколько угодно. Но факт остается фактом. 10 лет назад у меня Тесла не доехала, чуть-чуть осталось. Ну, чуть-чуть получше они сейчас едут все, как бы. Ну и все. Эрик вызвал два эвакуатора, две такси, чтобы мы сели и доехали до зарядки до одного места. То есть он хочет тем самым показать, что его тест-драйв не пройден. То есть и Плейт бы не проехал в его темпе, и, естественно, Люсит не проехал бы. Но я соглашусь, в темпе Эрика Плейт бы тоже не доехал. Потому что это жесть какая-то. Ну, типа, обычный среднестатистический народ так не ездит. Это факт. Мы доехали до Москвы, но мы доехали, потому что мы просто этого захотели. Мы очень медленно ехали. Машина показывает 38 километров запас. Я ее сейчас останавливаю. Значит, почему? Почему я ее не высаживаю в ноль? Потому что нету технической базы, потому что машина может сломаться, и ее никто не отремонтирует, и мы не знаем, как она себя поведет при полной разрядке. Фактически машина не выполнила задание, и Плейт не выполнила его тоже. Все, ждем эвакуацию. Но вы должны понимать, это в темпе Эрика. Короче, смотри, самое важное... Для обычного человека согласен, он доедет и вернется 100%. И покатается. И покатается. Да, прикол в том, что когда ты... Ну, Эрик ищет себе тачку, чтобы он спокойно сел. Тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз, газ. Спокойно мог везде вилять, там ехать спокойно. Ну, быстро доезжать до места. Но ему не выпустили еще такую электричку. И вряд ли пока выпустят. Потому что они не заморачиваются над меньшим потреблением энергии на больших скоростях. То есть это, опять же, это или физика, или химия. Ну, то есть это все в совокупности все равно дает то, что даже спустя 10 лет все равно на больших скоростях электрички очень быстро садятся. Ну, давайте так. Так, уже сегодня эта машина показывает, что если вы будете ездить строго в городе, как бы вы ни ездили, как бы вы ни стартовали, что бы вы ни творили, вам на целый день этой машины хватит. За ночь она зарядится, и в следующий день вы поехали опять. Абсолютно точно. Вот пример, когда люди с первого раза выпустили первую модель. И эта модель не то что... Да, у нее есть минусы. У нее есть вот этот звук. Вот от этой панельки, вот от этой, вот от этой панельки, вот от этой части. Вот, видите, слышите? Ну, когда поворачиваешь, и есть вот этот хруст. Вот. Когда на руль нагружка идет. Первый минус. Второй минус. Ну, может быть, это кто-то тут как-то стартовал или еще что-то. Тут есть небольшие проблемы с передним льем шрусом. Он на определенных углах чуть-чуть похрюкивает. Что-то с ним не так. Если бы у меня не было Ольги Семеновны, и если бы я ездил только по городу, я бы ее купил. Отличная тачка. Она лучше Теслы. Едет примерно столько же. Тесла чуть-чуть быстрее, если говорить про плейт. Эта машина красивее. Больше внимания. Но у этой машины есть одна проблема. Она одна. И никто не знает, как лечить эту машину, как ремонтировать и как ее обслуживать. Вот это единственный минус. А еще этих электрических машин в нашей стране становится все больше и больше. И уже сегодня ты не знаешь, где ее зарядить. Тебе сложно, тебе неудобно. Куда бы ты ни приехал, там будет куча народу. Это проблема. Надо ли эту проблему решать? Наверное, надо. Но я считаю, что будущее не за электричками. Все как с ума сошли. Мы будем делать все электрические машины. Мы уйдем полностью в электричку. Херня все это. Будучи из-за гибридами, если кто-то хочет ее купить, и я понимаю, что купить вы ее можете только не глядя. Варианта два. Либо ссылочка в описании. Возьмите, покатайтесь. Если этой возможности нету, просто покупайте, не ссыте. Она точно лучше Тесла. Теславоды, привет. Теславоды, привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok